Сейчас я поделюсь всем и сразу с вами. Многие вещи вы услышите впервые, потому что никто ни на каких телевизионных каналах об этом не говорил. Я отношусь хорошо к Юре, а вот к Радину я отношусь плохо. Редактор субтитров А.Семкин Кто такая Светлана Шатунова? Откуда вообще она взялась? Он позиционировал, что он в браке, что у них все хорошо и Света самая лучшая на свете жена. Сейчас на сегодняшний день Светлана Георгиевна Шатунова носит фамилию Шатунов, дети также оформлены как Шатуновы. Незадолго до смерти Шатунова они огласили, сказали всем публике, что они выиграли все права на исполнение, права на песни, Шатунов выиграл. Но к сожалению я искала эти документы, этих документов я не нашла. Были какие-то суды, они действительно что-то выиграли, но это точно не на исполнение, не на то, что он автор и так далее. Что это было? Это был специальный такой тоже вброс какой-то. Светлана Георгиевна вместе с детьми прописаны в Москве. То смерть Кузнецова она спровоцирована, например, тем, что он узнал о том, что происходило. По закону она не имеет права вступать в наследство. Хорошо, еще одна загадка, которая сейчас у нас находится на повестке дня. Это брак Кузнецова и Светланы Шатуновой. Развелись. Давайте коротко, теперь я хотел бы услышать вашу версию того, что произошло с Шатуновым вообще, вот как вы это видите. У вас будет что нарезать зато. Все хорошо. Я просто столько информации, конечно, а еще больше загадок. Загадок во всем. Столько загадочных моментов, поэтому мы и втянулись, и занимаемся расследованием, чтобы общество знало правду. Правда это ключевая вещь, ради которой мы занимаемся этими вещами. С кем-нибудь лично обняться придется, меня там обожают все. Я там то читаю. Потому что правду матку такую никто не скажет публично. Бы невозможно было произвести эсгумацию, провести экспертизы и докопаться о реальных причинах смерти Юрия Васильевича Шатунова. Стоп! Привет, мои ангелочки и ценители правды. Мы настолько далеко оторвались от общих рассуждений и размышлений в расследовании жизни и смерти Юрия Шатунова, что обнародовать некоторые вещи не считали нужным. Ну, чтобы не шокировать общественность. И это еще раз говорит о том, что мы не гонимся за хайпом и лайками, не стараемся эйпотировать публику, а наоборот, даем информации отлежаться и если не получаем опровержения или каких-то новых данных, то озвучиваем ее. То же самое касалось информации про единственную официально представленную жену Юрия Шатунова, Светлану. Еще раз подчеркну, мы не гонимся за хайпом, не выбрасываем в свет все подряд ради внимания аудитории. При этом мы готовы были делиться своими наработками и ключевыми данными со всеми, в частности, с телевизионными каналами, журналистами, другими блогерами. Только редко они доходили до обнародования в полном объеме. Одним из таких интервью стал разговор от 15 ноября 2023 года. Заметьте, это практически год назад. Журналистом телеканала ТВЦ. Она интересовалась супругой Юрия Шатунова, Светланой Чумаковой-Шатуновой. С ней я поделился эксклюзивной информацией на тот момент. Сегодня, 22 сентября 2024 года, спустя практически год, как мы пообщались с этой журналисткой, и ни с кем больше, кроме как с такими же небезразличными людьми на своем закрытом канале Бусти, ссылка, кому интересно, в описании, я не делился данной темой. Сейчас я поделюсь всем и сразу с вами. Многие вещи вы услышите впервые, потому что никто ни на каких телевизионных каналах об этом не говорил. Фрагменты и текст моего интервью вышли в прошлом году. И вся история уложилась в 10 минут. Это при том, что мы общались около часа. Я никого не виню, потому что у телевизора время дорого стоит, они все делают в очень сжатом варианте, и вы получаете только коротенькие выжимки. Сегодня же мы посмотрим все интервью, и вы поймете, как о многом телевизор молчит. Сразу отвечу по поводу того, на кого я работаю. Если в двух словах, то на вас, мои дорогие подписчики, которые хотят знать правду, и которую мы вместе с вами чаще всего ищем и находим. Спасибо вам, что вы по-прежнему рядом со мной, что вы так цените правду и истину. Искренне спасибо. И еще чуть-чуть о важном. Некоторые пишут глупости, считая, что я плохо отношусь к Юрию Шатунову. Мое отношение к Шатунову вы можете понять по петиции, которую я написал в июле 2022 года, сразу после его смерти, в которой я прошу присвоить имя Юрия Шатунова улицы в городе Оренбург. Ссылка в описании. Разве может человек, который просит власти присвоить имя улицы Юрия, к нему плохо относиться? Конечно, нет. Я отношусь хорошо к Юрию. А вот к разену я отношусь плохо. Я его не знал, никогда с ним не работал, не работаю, ни копейки никогда не получал от него или его представителей. Он внимательно всегда следил за моими каналами, черпал информацию от нас, выдавая ее за свои источники. И если мы годами можем молчать о каких-либо вещах, ну, к примеру, о той же самой Светлане Шатуновой, то тот вперед всех бежал на балкон и рассказывал в новостях своих, чтобы заработать лайки, монетизацию, получить ваше внимание. Мы, кстати, монетизацию на канале не имеем. У нас ноль за все время. Мы не подключены к монетизации. На самом деле, разен часто просто использовал информацию, прочитанную у нас или на других каналах. Ну и чтобы у вас отпала всякая мысль о моей причастности к разену и к хорошему к нему отношению, можете еще раз заглянуть вниз, прямо под этим видео, и по ссылке в описании пройти и посмотреть, в которых будет видно мое отношение к нему, выраженной в петиции, в которой я официально прошу привлечь его к уголовной ответственности, а также рассказываю в своих выпусках о том, что он вор и мошенник. Ссылки также в описании. Теперь, когда вы еще раз убедились в моей непредвзятости, независимости и желании честно рассказать историю об Юрии Шатунове, я внесу еще одну маленькую ясность сегодня. Дело в том, что YouTube тщательно проверяет всю информацию в выпусках и может ставить ограничения на использование фото, видео, аудио, на различные другие параметры от авторских прав до нарушений законодательства. Поэтому данное видео будет максимально чистое без различных дополнительных источников информации, ссылок, фото, видео, героев и так далее. Вы просто посмотрите бэкстейдж, то есть чистовую запись рабочей съемки интервью. Все, ничего более. Но если вас заинтересуют, какие-либо вопросы появятся, какие-либо интересные моменты захотите подробнее узнать в процессе изложения, то вы просто пишите мне в комментариях о том, что хотите знать, подробности того или иного момента. И я тогда, видя вашу заинтересованность, стану записывать небольшие видео, в которых начну с пруфами, изображениями, фотографиями подробнее рассказывать о тех моментах, которые вы хотите узнать и о которых сегодня пойдет речь. Это могут быть архивные фотографии героев, о которых я рассказываю, видео с ними, документы, ссылки, источники информации и так далее. Если у вас будет интерес, я для вас обязательно нарежу это все с пруфами. Итак, когда мы поговорили все вводные к данному интервью, то можем взять что-то вкусненькое, налить себе горяченького чая и внимательно погрузиться в процесс интервью. Приятного просмотра. Готовы? Хлопаю. Дев. Модора. Хлопаю перед этим. Первый стандартный вопрос имя, фамилия и как мы правильно тетруем. То есть, как подписать вас? Михеев Евгений Геннадьевич. Сейчас, секунду тогда. Если с этой тематикой меня... Давайте тогда... Автор расследовательского блога Мэгэнджелс. Вот так скажу. Хорошо? Нормально? Все тогда. Михеев Евгений Геннадьевич, автор расследовательского блога в Ютубе и Телеграм. Мэгэнджелс. Евгений, давайте начнем по порядку. Вот как мы с вами обсуждаем эту тему, так и давайте попробуем поговорить об этом. Кто такая Светлана Шатунова? Откуда вообще она взялась? Что вы о ней успели узнать? Потому что это, я так понимаю, был такой персонаж, который нигде не отсвечивал и вдруг мы все о ней теперь знаем и слышим. Совершенно верно. Уникальная история. В деле Шатунова, Кузнецова, Ласкова, Майя столько черных пятен и одним из крупнейших черных пятен была Светлана Шатунова. До последнего времени даже многие не знали, как ее по-настоящему зовут. Путали с Леной, есть жена, нет, дублеры это, либо это женщина, которая вынашивала детей и так далее. Было масса слухов. В итоге я один из тех, кто подтверждал информацию с самого начала, что Юрий Шатунов был женат на Светлане, что у него было именно двое детей своих и благо тому, что сняли случайно зрительницы и подписчицы наших каналов, случайно встретили их в Москве в апреле месяце, когда они приехали на вступление в наследство и о том, чтобы договариваться о коммерческом концерте в Крокусе и случайно девочки встречают в Москве, снимают и тогда уже общественность получает доказательства о том, что они существуют, реальные и настоящие. Их встретили вместе с Кудряшовым и другими товарищами, участвующими в этом в общем процессе. Итак, Светлана Георгиевна Шатунова родилась 1 января 1977 года и вот с самой первой этой строчки начинается ложь и темные пятна про нее. Потому что если мы сейчас наберем в интернете Шатунова Светлана то выйдет дата рождения 23 октября 1976 года. До последнего времени, пока не начались суды, была информация в том числе по рождению вот таким образом сковеркнула, скомпилирована и шито, которую выдавал Шатунов, Кудряшов, которая размещалась в Википедии и во многих других источниках, другая даже дата рождения. родилась она в Ярославле училась после этого и заканчивала школу в Советском Союзе в Литве город Каунас то есть школу она полностью закончила советскую она плоть от плоти наша советская барышня которая училась в школе и благодаря своему характеру и фамилии ее одноклассники звали Чума Болотная Дальше эта девушка видимо не поступает ни в какой вуз потому что спустя два года после окончания полтора-два года после окончания школы она должна была по идее закончить в 93-м году видимо не поступает в советские там российские вузы на тот момент уже российские и она уезжает к родственникам в Германию в Германию она переезжает 10 октября 1995 года история умалчивает заканчивала она там вуз какой-то или не заканчивала но опять же с подачи Кудряшова и Шатунова всем писали и говорили что она якобы юрист успешный адвокат и так далее на самом деле ни одних данных о том что она где-то имела какую-то рабочую специальность по этому и уж тем более успехи не найдено до сих пор о том какой она вуз заканчивала тоже покрыто темным мраком и так Светлана переезжает туда и первое время соответственно общается тусуется в русскоязычной небольшой вот этой вот тусовке там она знакомится с молодым человеком для нее хорошая партия зовут его Леонид Гриневский он сын русского эмигранта еврейского происхождения Бориса Гриневского который в центре города держит небольшой трехзвездочный отель является предпринимателем довольно успешным по тем временам 90-х годов вот ну в любом случае свой отель он сотрудничает с продюсерами со многими деятелями там культуры которые приезжают в этот город Германию и останавливаются у него в отеле соответственно концертные программы кто ведет много музыкантов проходит и деятели шоу-бизнеса вообще там разного из Советского Союза проходит через его салон со всеми дружит от него очень позитивные отзывы замечательный был человек но он впоследствии как насколько известно скончался уже вот и Светлана выходит замуж за Леонида Гриневского сына можно сказать мажора такого немецкого с русскими корнями встречаются точнее в замужестве они проводят наверное получается может быть года 4-5 и параллельно в этот же отель начинает приезжать останавливаться выступая с концертами Юрий Штунов тесть получается ее тесть вместе с продюсером там Фридманом организовывают эти концерты точнее этот организовывает размещение этот организовывает концерты и Светлана естественно как член семьи получает всегда билеты на первые места и так далее и неожиданно для этой семьи вроде замечательной Светлана начинает встречаться с Шатуновым за спиной у мужа будучи замужней происходит это несколько лет потому что Шатунов там не так часто ездил в этот город выступать вот соответственно живут они по разной не вместе вот но встречаются уже заочно примерно где-то в 2003 2002 2003 году примерно Светлана разводится огромный шок для семьи просто ну единственные люди интеллигентные не вынесли этот скандал наружу ну и Шатунов с Кудряшовым сделали все чтобы это не попало никуда в прессу вот поэтому такого рода ну некрасивую историю не хотели светить они же преподносили что Светлана это прям принцесса немецкая немецкоговорящая только с русскими корнями там ложь понимаете на каждом шагу жизни и соответственно все это скрывалось покрывалось и преподносилось все очень в радужных красках соответственно после развода через какое-то время они начинают уже встречаться открыто с Шатуновым и в 2006 году в сентябре рождается у них сын Денис после того как он родился только после этого Юрий Шатунов и Светлана Георгиевна Чумакова тире Гриневская уже регистрируют свои отношения там же в Германии есть несколько вариантов того что это был за брак заключен по одним данным это был так называемый гражданский брак без обязательств по другим данным это был полноценный брак но с брачным договором по которому Шатунов себя оградил от финансовых возможных ну зная что его жена недавно развелась что она может встречаться за спиной у мужа и так далее а он постоянно в разъездах постоянно на гастролях и где и с кем жена он тоже не может контролировать на всякий случай есть данные что он подстраховался и сделал брачный договор по которому его имущество недвижимость там и транспорт и так далее остается в семье но после того как родился один сын потом дочка родилась не могу сказать что он там смягчился но в любом случае он содержал семью содержал дом дом в который она его уговорила переехать в дорогой район Юра потом плевался и говорил что если бы я знал сколько это стоит сколько это содержание обслуживание и все остальное в жизни бы туда не переехал ну в свете хотела жить роскошно элитно в общем у нее каждый шаг брака или еще что-то это поступать вверх сначала просто брак можно сказать по расчету за богатого сынка потом брак за известного популярного артиста со средствами тоже и так далее и везде везде фигурируют деньги также по данным некоторым которые нет пока возможности подтвердить но это возможно все подтвердить у нас и в Германии источники есть свои есть данные о том что после 19-го года а скорее всего это в 21-м году они где-то в это время вот в эти вот года развелись вот есть такая такое такое инсайдерская информация что все-таки развод произошел почему я ее называю бывшей женой потому что они официально уже не жили последние годы у них был гостевой брак то есть он содержал их он содержал детей содержал дом содержал ее приезжал жил так же с ними но уже без обязательств спросите наверняка почему же он ее так расхваливал со сцены почему рассказывал Светочка Светочка моя лучшая там и все и я только с ней и так далее потому что в Германии он никто он приезжий он не имел гражданства он не владел языком и если Светочка как любая женщина решила бы шантажировать его детьми а дети для него было самое главное то после развода она могла просто не дать возможности ему видеться с детьми взыскать наверное может быть на какие-то алименты еще какие-то суммы чтобы не провоцировать скандал и так далее он позиционировал что он в браке что у них все хорошо и Света самая лучшая на свете жена но холод в отношениях и по факту видели что они встречались не часто вместе может быть отдыхали на курорт и ездили и то он скорее вывозил детей вот Света это была как бы ну уже мама с уважением он к ней относился в любом случае содержал вместе жил но это уже не была полноценная семья причины развода кто кому изменял или какие-то финансовые это мы пока еще сейчас обсуждать не будем потому что есть разные версии кто что в итоге спровоцировал этот развод но основания были и с той и с другой стороны и со стороны Светланы были подозрения что мог быть могли быть отношения на стороне вот разные ну и Юрий Васильевич соответственно тоже который был по гастролям и ездил со своим везде директором сейчас на сегодняшний день Светлана Георгиевна Шатунова носит фамилию Шатунов дети также оформлены как Шатунов и по факту если брать во внимание тот факт что они были не в разводе то являются единственными наследниками это вот эксклюзив настоящий для вашей передачи единственными наследниками Шатунова по факту являются его дети почему сейчас спросите Светлана с Кудряшовым адвокатами до сих пор вместе я вам больше скажу даже тоже инсайдерская информация Светлана Георгиевна вместе с детьми прописаны в Москве у адвоката Васильева в одной из квартир то есть вы видели где-нибудь чтобы адвокат своих клиентов прописывал у себя дома и ради чего ради чего это тоже отдельная передача может произойти если вам интересно мы можем поговорить почему и что вот но по факту чтобы не было запросов в Германию и для того чтобы не получили они подтверждение того что она в разводе вот они перенесли все эти документы жена у Васильева нотариус поэтому все документы они могут естественно здесь на месте сделать и таким образом в любых судах если будет какой-то запрос на место жительства то они предоставляют адрес московский а не немецкий если вы эксклюзив просто топ сейчас будет если выясняется что Светлана Георгиевна Шатунова в разводе там два года и более с Юрием Васильевичем Шатуновым то по закону она не имеет права вступать в наследство понимаете насколько здесь все разворачивается почему она здесь и почему она прильнула к этим людям которые отчасти виноваты в том что произошло с Юрием Васильевичем Шатуновым вот таким образом Светлана Георгиевна прикрыла ротик не возмущается не подает свелестные органы не расследует внезапную гибель Юрия Васильевича Шатунова при очень странных обстоятельствах да вот а молчит и тихо выполняет практически все указания которые исходят от адвокатов так называемых и Кудряшова если вы посмотрите на всех мероприятиях в том числе публичных они всегда рядом на открытии памятника адвокат Васильев ведет за ручку первому дочку Эстеллу всегда стоит рядом супруга тоже рядом Кудряшов рядом на на концерте в Крокусе 17 октября во время трибюта они сидят рядом и он тоже выводит ее отдельно под белые ручники и так далее то есть они везде рядом они контролируют более того скажу что на всех последних судах о которых еще публика не знает представителем официальным является адвокат Васильев вот ездил он в Оренбург уже в июле месяце вот сейчас получается в ноябре прошел другой суд куда он тоже ездил и является представителем Светланы Шатунова и детей потому что Светлана Шатунова официальный представитель детей как родитель а он является официальным представителем их и ее у меня два маленьких уточнения первое как раз касаемо вот этих Васильев незадолго до смерти Шатунова они огласили сказали всем публике что они выиграли все права на исполнение права на песни Шатунов выиграл но к сожалению я искала эти документы этих документов я не нашла были какие-то суды они действительно что-то выиграли но это точно не на исполнение не на то что вот он автор и так далее что это было это был специальный такой тоже вброс какой-то совершенно верно вот надо всегда критически подходить к вопросам что касается заявлений про Шатунова Ласковый май тем более сделанным Кудряшовым все то что исходит от них нужно делить просто не то что на 2 на 100 потому что они в первую очередь в первую очередь врали самому Юре то есть они втянули его в эти тяжбы судебные чтобы заработать на нем деньги прежде всего там Юра в принципе не нуждался в том чтобы иметь эти права на песни Разин не подавал на него в суды за песни Юра исполнял на всех своих концертах эти самые всем известные хиты и белые розы и розы все он исполнял я был за последние там два полгода до его кончины на двух концертах и везде эти песни исполнялись а белые розы так вообще по два раза в начале и в конце поэтому необходимости не было но они его втянули обманным путем они спровоцировали этот кризис в отношениях с Разиным и начали этот судебный процесс с даже не один а несколько отвечая коротко на ваш вопрос по поводу этих правообладаний если они выиграли то почему они сейчас опять Ставропольский суд подают заявление если вы знаете иск опять же про эти песни уже к американской компании ВМ Лейбл к Разину и фигурирует там та же Светлана Шатунова которая подает это заявление и адвокат Васильев снова как их представитель почему если у вас все так здорово и вы все выиграли поэтому ложь там на каждом шагу и почему собственно мы втянулись в эти расследования потому что столько созданных мифов и легенд я видел только ну наверное у политиков столько лжи и вранья я наверное видел только в сфере политики столько в жизни звезды там шоу-бизнеса неважно там сбитого летчика или мега популярного я столько не видел вот от рождения и до кончины столько загадочных моментов поэтому мы и втянулись и занимаемся расследованием чтобы общество знало правду правда это ключевая вещь ради которой мы занимаемся этим вещами от вас я узнала что в Оренбурге как раз проходят суды но совсем для меня стало открытием что эти суды по наследству Кузнецова Сергей Борисович Кузнецова и ответчиками на этих судах оказались почему-то как раз Светлана Штунова дети Штунова потом по-моему Игорь Верязкин Верязкин да Елена Савельева И мать Кузнецова Валентина Алексеевна Ну если с Верязкиным Савельевой и мамой Сергеем мне более-менее понятно Ну с Верязкиным тоже под вопросом ну да Ну хорошо Ну хотя бы это были люди которые близ Как эти люди попали в ответчика Игорь Светлана и детей Вот теперь начинаем еще одну историю тоже эксклюзив такой топошный который никогда мы не обговаривали нигде еще публично Смотрите Коротко посначала про суды Да Действительно В Оренбурге прошел суд Самое ужасное что суд произошел был 7 ноября в день годовщины смерти Сергея Борисовича Кузнецова Инициированный этот был суд в августе месяце в ноябре прошло крайнее слушание разделенное на два процесса 7 было первое заседание перерыв 10 было второе заседание на котором рассматривались иски претензий банков называть не буду вот банков к Сергею Борисовичу Кузнецову который взяв кредиты по одному значит он взял кредит банк небольшой вот а по другому он воспользовался знаете как рассылают карты когда ты можешь потребительским кредитом пользоваться соответственно и потом банки взыскивают претензии так вот речь шла про два кредита которые взыскивали с них банки в результате страховая компания покрыла часть расходов которые были по договору в случае смерти кредитора но в любом случае там осталась денежная масса у обоих этих банков которые делятся долги и у наследников наследниками является естественно если не писать завещание лица первой очереди то есть это дети супруга там мать близкой родственницы и так далее но в случае с Кузнецовым произошло мега странная история пока все рыдали после смерти Юрия Васильевича Шатунова 23 июня он умирает 26 по-моему числа его провожает 15 тысяч человек стоят в очереди на следующий день там еще прощание закрытое для всех и вот пока вся сторона условно говоря рыдает и находится в трауре господа Кудряшов и Васильевы пользуясь случаем что приезжает Кузнецов на похороны вместе со своей супругой Еленой Савельевой дают возможность ему проститься у гроба с Юрием Васильевичем и после этого берут под белые рученьки и ведут его в нотариальную контору оформлять завещание завещание которые они ну Кудряшов не мог на себя естественно это было бы слишком нагло но они жалестную историю ему сказали у Кузнецова нет своих детей и поэтому надавили на жалость сказали что давай Юрочкиным детям оставим все это наследство Кузнецов который по своим песням судился последние 25 лет со всеми от Разина до Шатунова в очередной раз подписывает ну уже завещание о том что он передает эти права детям Шатунова и Светлане Георгиевне как законной супруге как он считает а считает он почему потому что документы уже оформлены в России тем же самым нотариусом Васильевой и немецких документов о том жена она бывшая жена никто не знает но он по факту оформляет на физических лиц Шатунову и детей Денниса и Стеллу таким образом плюс он еще приписывает туда естественно не естественно точнее а Верязкина Игоря которому видимо завещает свои песни из альбомов которые он уже писал для него вот здесь вопрос открытый я еще самого решения не видел я знаю только юридические данные у меня есть документальные о том что суд прошел удовлетворены иски судов то есть банки выиграли у наследников и таким образом в наследников Кузнецова попала Кузнецова Валентина Алексеевна мать Савельева Елена жена Игорь Верязкин один из солистов его бывших групп и Шатунова Шатунова Светлана Денис и Стелла вот такой состав теперь мы благодаря этим судам еще знаем еще одному суду знаем кто стал наследниками Кузнецова и вот в чем самое 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 странное понимаете нам рассказывали что это Юрий Васильевич очень очень хотел отсудить у Разина или еще у кого-то там эти свои хиты которые он и так исполнял но на самом деле в этот момент когда они повезли писать завещание они же тоже не думали что он так быстро скончается Юрий Васильевич лежал в гробу и ему уже ничего не нужно было понимаете в день практически похорон они оформляют еще продолжают заниматься этими судебными процессами так вопрос кому изначально нужны были эти процессы кто Юру втянул в это сам Юра этого хотел или те кто когда Юра мертвый в гробу лежит продолжают еще окучивать людей и заниматься дальше этим отжимом наследства Кузнецова и Шатунова вот такой вопрос задайте себе прежде чем слушать некоторых товарищей типа Аркадия Кудряшова которые говорят во всем виноват разен или еще кто-либо вот кто втянул Юру во все эти процессы которые ему не нужны были может что смерть Кузнецова она спровоцирована например тем что он узнал о том что происходило я понимаю что там другая причина но повлиять ну смотрите сразу после смерти Шатунова начали ходить слухи о том что это возможно загадочная смерть была не медицинского характера криминального естественно об этом знал и Кузнецов приехав туда подозрения у него были поэтому у него нет детей он не предполагал что так быстро умрет вот поэтому написал завещание в том числе потому что был в состоянии ну наверняка аффекта и немножко расстроенного можно поддавить ну и конечно конечно он боялся этих людей которые ну которые по слухам были рядом с Юрой в момент его загадочной смерти поэтому чтобы возможно не стать очередным человеком в криминальных там или этих сводках возможно он испугавшись ну и ключевая история возможно он еще хотел отомстить Разину который ему нервы делал всю жизнь с этими песнями вот у них тоже шли всю жизнь постоянно споры вот Разин утверждал что это его песни ему отписали продали и так далее там сотни этих всяких договоров склок было и так далее а Кузнецов утверждал потом обратное загадочная история отдельная тема но в любом случае кровь попил у него Разин и Кузнецов наверняка сделал все возможное чтобы Кудряшов с Васильевыми и другими адвокатами попили кровь у Разина поэтому он наверняка подписал это завещание чтобы Разину жизнь медом не казалось Хорошо Еще одна загадка которая сейчас у нас находится на повестке дня это брак Кудряшова и Светланы Шатуновой Вообще зачем если это действительно так и как пишут многие как ходят слухи то для чего это Кудряшову и Шатуновой Светланы Смотрите история в следующем мы уже выяснили что и Светлана Шатунова Чумакова и Аркадий Кудряшов это люди прежде всего про деньги поэтому сделать очередной брак по расчету выгодно обоим почему эти слухи могут получить подтверждение потому что Светлане выгодно чтобы кто-то занимался она на самом деле она обычная домохозяйка про юриста ее там или вообще там грамотного специалиста в чем-то историю умалчивает все знают про нее то что она умеет делать чай с ромом вот лазаньи и детей рожать по большому счету больше неизвестно о ее специализации никакой я предупреждал что я графоман и говорю много у вас будет что нарезать зато все хорошо я просто только информации конечно а еще больше загадок загадок во всем не то слово там нас там ждут ну скажи мы сейчас закончим пусть кто поселит и сады чай мы чай можем красиво а то думал может с кем лично обняться придется меня там обожают все я давно читаю потому что правду матку такую никто не скажет публично тем более с фактами не подтвержденную а что слухи мы так и говорим что это непроверенная информация но повод задуматься и критически помыслить на эту тему в этом направлении поискать какую-то информацию если честно первым вообще звонком было когда я не нашла определение суда о том что они так кричали на всех каналах показали я начала сказать определение суда нету продолжим да хлоп мотор хлоп итак продолжим так зачем вам это все Кудряшову и Шатуновой про деньги уже да итак я может чтобы вам не резать и заново могу начать итак мы выяснили что и Аркадий Кудряшов и Светлана Кудряшова это люди про деньги и в первую очередь поэтому заключить брак очередной по расчету это как коммерческая сделка выгодная и тому и другой она простая домохозяйка которая по большому счету неизвестно чем занимается какой специализации обладает где когда работала известно только что она умеет хорошо делать чай с ромом и лазанью и детей рожать воспитывать и то про воспитание детей отдельная история так вот им обоим выгодно сойтись на старости лет так называемые и заниматься тем чтобы жить за счет наследства Шатунова она не может она не менеджер она не администратор она не может заниматься бизнес продвижением всех этих проектов которые может делать Кудряшов ну а Кудряшов не имеет фамилии Шатунов и не имеет юридического основания заниматься наследством Шатунова объединившись они могут создать прекрасный брак по расчету которым собственно закроют свои проблемы она не будет доверять ему заниматься вопросами он ей они будут объединены общим брачным возможно договором а жить встречаться заниматься там любовью они могут отдельно друг от друга абсолютно гостевой даже независимый чисто коммерческий брак поэтому эти слухи имеют основание быть именно поэтому когда мы опубликовали эту историю этот слив о том что Кудряшов якобы с кем-то советовался на эту тему обсуждал и когда мы с Натальей Грозовской экс-солисткой Ласкового Мая обнародовали эту тему появился неожиданно этот товарищ которого многие считают любовником Светланы Шатуновым Шатуновой Калинин так скажем модель который ее сопровождал на концерте Свете нужно было перебить наши новости о том что мы обнародуем историю возможного брака с Кудряшовым и она показала обществу что у нее другой бойфренд якобы просто перебить и сказать что эти якобы сплетни не имеют под собой основания но тем самым притащив его на в крокус ну так себя потопить не могла даже ну более я не знаю какая-то простая глупая женщина все что увидели люди засняли ну это какие-то извините пляски на гробу вот прийти на концерт своего мужа похороненного концерт фактически памяти с любовником и вести себя фривольно это это можно не писать это я для вас ну по сути по факту про брак я вам как бы пояснил рассказал нет это не у меня но слухи я думаю это все на уровне слухов по большому счету не особо слышали как она разговаривает потому что она даже в блогах она короткие заметки пишет но то чтобы она разговаривала или что-то на публику она даже не вышла во время концерта посвященного памяти супругу не поблагодарила давайте так она не приехала на годовщину смерти Шатунова Кудряшов не был в годовщину смерти Шатунова на кладбище они вместо этого публично громогласно объявили о том что будет коммерческий проект они годовщину смерти Юры использовали для начала коммерческого проекта концерта в Крокусе не были на кладбище ни тот ни другая во время открытия памятника про который тоже отдельная история с расследованием о том для чего кому и как понадобился этот памятник то же самое оба присутствовали но ни один не сказал слово ни в память Юры ни тем более поблагодарить поклонников и фанатов ради которых и Кудряшов и Шатунова ну достаточно прекрасно живут последние там 12 лет то есть никакой благодарности ни Юре ни людям ни общественностью ни уделить внимание СМИ никому то есть такого я нигде не видел и после этого еще вот это поведение в Крокусе когда она приезжает на концерт с немолодым человеком в компании того же самого там Кудряшова Васильевых и всей этой компании но при этом по поведению выдает абсолютно очень близкие отношения с мужчиной чужим все это на в очень открытом и так скажем эротичном платье на концерте памяти но это настолько некрасиво и жутко было что по большому счету отвернула она многих поклонников тем самым и то что она может запустить альбом с песнями я сомневаюсь вот там есть кому петь и зарабатывать на этом вот ну я скажу просто почему еще не факт что они это дело запустят во первых не факт что она такая работоспособная как Юра и то что она будет носиться как он просто до смерти по этим гастролям это точно не ее формат вот детей должен кто-то заниматься это первое вот второе неизвестно вообще если у нее голос открывает она поет или нет вот ну а в третьем по-настоящему концерт в Крокусе провалился реальная явка там была я думаю не более 30 процентов остальные 70 это через социальные службы и наверное профсоюзы какие-то нагнали на дешевые билеты поэтому концерт по факту даже с такими там мега звездами сегодняшней величины он не состоялся в коммерческом плане пошли многие на свет посмотреть с детьми сколько продержится интерес к ней пойдут ли на нее потом поклонники юры слушать ее альбомы я очень сильно сомневаюсь но все возможно в нашем мире давайте коротко теперь я хотел бы услышать вашу версию того что произошло с Шатуновым вообще как вы это видите мы же коротко об этом говорили был ли кто-то заинтересован в том что его действительно убрать или это все-таки случайность и какое отношение ко всему этому умеет разить потому что ну как только его не стало все обвинили разину что это разин довел Шатунова вообще до смерти ну вернемся к тому как я сказал кто был заинтересован в этом лежащий в гробу Юра который ничему уже не предъявлял претензий и в это же время продолжающий Кудряшов и Васильевы делать все возможное чтобы получить это наследство чтобы получить этот доступ к правообладанию песен ну явно это не Шатуновская история вот поэтому естественно люди будут задавать вопросы кто в чем почему виноват и не все обвиняли Разина а Разина обвинил конкретно обвинял все это время накручивал ссорил с Разином и накручивал Юру Аркадий Кудряшов и адвокаты им это было выгодно конфликт это невозможность Разину уже сойти с Юрой в будущих коммерческих проектах потому что на этом тогда Кудряшов теряет и деньги и возможности ну и плюс раскрутить его на судебные процессы благодаря которым Шатунов платил гигантские деньги львиную долю от своих концертов платил адвокатам поэтому адвокаты заинтересованы были в этих судебных процессах Кудряшов тоже который имел с этого соответственно гешефт свой вот они в эту историю втянули но чтобы общественности бросить кость и как я говорил там ложь и делить надо слова не на два а на сто особенно Кудряшова он вбросил это в публику то что во всем виноват Разин не думающие не критические порой вообще не думающие люди что услышат в телевизоре то начинают множить и соответственно таким образом быстро нашли виновного и до сих пор его Разина есть за что винить без сомнения он тоже делал нервы всем в том числе и Шатунову но не до такой степени чтобы он был заинтересован смертью я просто не вижу логики в том зачем Разину смерть была зачем нужна была другим людям смерть Юрия Васильевича я думаю я назову причин 7 если не 10 но самая рабочая версия о которой я тоже писал и рассказывал это медицинская версия по которой Юрий Васильевич Шатунов истощенный дикой нагрузкой во время гастролей потерял состояние здоровья сильно присела он последний особенно концерт и последние месяцы был на очень сильных транквилизаторах депрессантах ему кололи капельницы постоянно останавливали даже концерт он сам лично останавливал и просил прощения что если я не смогу дальше работать простите но убрал себя в руки и работал то есть он на морально волевых просто вытягивал все эти концерты и было видно что он здоровье свое угрохал очень сильно на видео в котором Юрий Васильевич говорит о том что они якобы выиграли суды мы видим просто одутловатого чуть ли не пожилого мужчину вот который без формы обмякший сидит уже это видно что у него уже сердечная мышца работала слабенько просто это признаки медицинские одутловатости вот этот вид медики сразу могут дать диагноз даже косвенный и все это накладывается сильные медицинские препараты которые возможно использовались не по назначению а просто для того чтобы поддерживать себя в форме для того чтобы уснуть и так далее и что мы узнаем в последний вечер когда он едет на эту злополучную дачу он якобы тоже заезжает в гостиницу или в дом также берет одно из этих средств которые называть тоже не будем возможно реклама финзипам я не знаю там и другие можно ли там это называть у вас в эфире в общем берет одно из средств которые он употреблял возможно принимает но в любом случае его просевший организм и уже насквозь пропитанный вот этими транквилизаторами получает на даче как мы узнаем от того же самого Кудряшова порцию пива с раками а прием данных медицинских средств с алкоголем категорически запрещен это химическая реакция дает для человека организма яд и таким образом это может случиться просто отравление это самая такая безобидная менее криминальная версия которую можно сейчас озвучить вот поэтому никакого я считаю сердечного приступа не было потому что как так же провели свой анализ там медики говорили что Юрий Васильевич на левую руку встает опирается двигается и так далее такого не могут себе позволить люди у которых там клапан пережат сердце остановилось и так далее у них просто не имеет эта сторона падает а он прекрасно двигал мало того что говорит что у него там была рвотная реакция и все такое прочее следующая история о том что как он попал в больницу и что там производилось говорить не буду пока это недоказуемо но самая безобидная версия о том что его погубили два убийцы это невежество и алкоголь то есть он просто не знал что нельзя мешать с алкоголем данные средства и таким образом он отравился просто сам не зная вот кстати на эту версию меня натолкнул Сергей Кузнецов который умер подобным же образом он провел он постарше был у него уже и так был цирроз и плохое состояние все остальное он был более изношенный у него организм был и такая же самая история он тоже был в последнее время пошел сначала на пик его начали восстанавливать принимать лекарства видно по нему было что он входит в нормальный режим проводит концерты выматывается нервы потому что он берет кредиты на эти концерты проводить платит всем в том числе там своим ученикам за всех платит неизвестно что получает или нет но тоже очень много переживаний транквилизаторы сильные лекарства и говорят что он тайным образом якобы потихонечку когда все разъехались купил себе пиво и тоже выпил и таким образом произошла реакция яд-отравление это тоже одна из не криминальных версий потому что есть еще версия тоже отравление но уже криминальное кому выгодно тоже отдельная история не будет я хочу задать вам последний вопрос хотя вопросов там еще целая куча но я думаю что это уже отдельная история будет чуть дальше о поклонниках вот что вы думаете потому что я знаю что многие вам пишут многие недовольны тем что вы говорите очень многие но более того еще эти кланы поклонников рождует между собой вот что происходит вот в этих рядах то есть они действительно поделили они-то кладбище делят банально то есть кто будет убирать это кладбище что это вообще происходит совершенно верно поклонников много и фанатов у любого артиста независимо в шоу-бизнесе кино и театр и так далее мы просто про всех не знаем но в данном случае мы знаем про Шатунова потому что мы можем лицезреть это все очень много историй напоминающих смерть Майкла Джексона когда одни не верили в то что он умер другие подозревали что он живет на острове третьи различные версии там Майкл жив у нас Юра жив и так далее очень много версий но как всегда в разгар таких историй не только идеологические споры проходят но и споры из-за денег многие увидели что на этом можно зарабатывать кто-то организует какие-то мероприятия кто-то организует там сборные цветы на какие-то уборки там и так далее ну я даже в эти вещи не вмешиваюсь потому что это очень мелко у меня вот рыбы покрупнее акулы интересуют которые Юрия Васильевича собственно обирают даже уже после смерти вот поэтому фанаты есть фанаты больше скажу что у нас в России официально там Росстатом зарегистрировано больше более 17 миллионов человек с психическими различными отклонениями там от депрессии до шизофрении и клинических различных вещей ну и в среде фанатов тоже такие присутствуют это люди с обостренными соответственно там чувствами которые как религиозные фанатики относятся в том числе к Шатунову делают из него божество молятся там в том числе на его изображение слушают из его песен делают мантры и так далее и все кто к нему плохо относятся либо негативно или просто ровно для них ну просто враги ну а тем более такие люди как я которые говорят правду которые раскапывают вещи и порой нелицеприятные вещи рассказывают раскапывают о звездах и самое там страшное о Юре делаю я это точно не со зла я просто хочу понять докопаться до истины понять правду и на этой правде возможно ограничить многих людей от подобных поступков которые проходили в том числе в жизни Юры поэтому это общественно полезная деятельность такая а вот ваши подписчики те кто вас читает это же тоже по сути фанаты что-то нового во многом во многом ну как бы кто слушает вот они насколько они заинтересованы в том чтобы вы закончили расследование то есть что они вам пишут докопайся до правы узнай кто его убил ну то есть вот они же или помогают может быть там находят какие-то информацию какую-то вот которую вы еще не знали присылают вам показывают очень мало тех кто реально способен критически анализировать мыслить и находить какую-то информацию копаться в деталях и серьезно относиться к информации конечно люди хотят почему-то знать обязательно кто убил и доказательства кто убил но такие вещи занимаются следственные органы у нас полномочий нету мы не суд для того чтобы выносить такие решения мы можем для общественности предоставить свои версии случившегося на суд общественности но ни в коем случае не на уголовный суд поэтому назвать убийц я могу вот только невежество алкоголь допустим вот таким образом но назвать конкретно причастных я не могу потому что мне потребуется доказательства которые должны быть собраны с базы это доказательная база это свидетельские показания это допросы и все остальное прочее это работа следственных органов правоохранительных профессиональных и судов к сожалению Светлана Георгиевна Шатунова не написала заявление о том чтобы смерть ее мужа расследовали правоохранительные органы она тогда вообще исчезла из поля ее видимо устраивает эта тихая смерть поклонники собирали 700 подписей писали в следственный комитет большое заявление развернутое со своими фактами которые требовали проверки расследования но следственные органы сказали что вы не родственники вы не имеете права подавать подобного рода заявления и поэтому это дело спустилось на тормозах ну а кроме этого мы знаем факт того что почему-то Юрий Васильевич оказывается он мечтал о кремации молодой мужик в расцвете сил якобы прям вот незадолго до этого со всеми делился что очень хочет быть сожженным и Аркадий Владимирович Кудряшов организовал вместе с адвокатами ему его мечту это отправив не на кладбище на погост причем место большое под гроб любого размера можно было но они его решили почему-то сжечь почему у поклонников также возникают подозрения для того чтобы невозможно было произвести изгумацию провести экспертизы и докопаться о реальных причинах смерти Юрия Васильевича Шатунова стоп 30 секунд нам надо или больше подъем а где же тебе столько возьму не знаю 30 секунд у тебя есть давай подцепить снимай да да очень интересно а почему вы сказали про детей про воспитание что не очень это то о чем очень холодные отношения во первых очень холодные отношения но это пол беды для меня знаете извините за выражение конечно я сейчас завел себе отдельный блок закрытый в котором такими вещами делюсь ну мне просто надоело у людей вызывать изжогу они просто на меня смотрят уже как на какого-то демона который им приносит факты которые они не хотят знать просто не хотят ну я такие семьи называю извините ну если бы я встретил их на пляжу где-то или там просто на улице и видел бы что мама матерится папа матерится ребенок матерится 11-летний при родителе я до сих пор при родителях не могу сказать матерное слово для меня это какое-то смущение вот а здесь мама папа и ребенок матерятся если ребенок матерится то это значит мат в семье это само собой разумеющееся явление но мы и так знаем что Юрий Васильевич говорил о том какие у него любимые слова писал вот куда он кого посылал вот Светлана Георгиевна то же самое одной из подписчиц которые ей задала вопрос она написала прямым текстом пошла ты на вот просто прямым конечно это все потом удалил но у нас люди все быстро фиксируют поэтому они разговаривают дома на мати при детях ну это разве воспитание и сын который идет на рыбалку с отцом через слово ругается матом Юра который умел работать и понимал что где камера где личная жизнь где пространство он своего сыночка там 10-летнего или 11-го тыр-тыр-тыр подожди подожди типа нас снимают не надо это и все это дело запикивалось понимаете поэтому это на канале Шатунов Фэмили Лайф они выложили да такую запись о том как они замечательные ходят на рыбалку и при этом запикивали маты но они были слышны от детского голоса Денниса понимаете вот то что Юру там еще можно оправдать как-то в каких условиях он вырос понимаете мальчишка которого живые родители сделали сиротой его мать сдала в интернат родная мать тетка потом сдала в детдом имея бабушек дедушек родню отца который буквально там меньше 10 лет назад умер мальчишка рос сиротой его сделали где алкоголь пьянки драки и мат были само собой разумеющиеся в семье матери и бабушки вот саму собой ребенок воспитывающийся сам во многом там в детских домах бегал понятное дело что детство это не способствует тому чтобы становиться интеллигентным Юру в этом смысле понять можно встречались ему замечательные люди на пути там Валентина Николаевна Тазикенова которая дала ему там семью материнскую любовь заботу дали возможность ему там тот же самый Сергей Борисович Кузнецов встать на на рельсы человека который может из никого из пацана беспризорника стать мега звездой вот найти свою профессию найти свое место в жизни несколько много людей попадалось ему хороших но при этом Юру еще как-то можно понять на его поведение у него жизнь такая была непростая да вот но Светлана которая якобы росла там в хороших условиях интеллигентной семьи материться позволяет материться детям дома и воспитании больше скажу тоже по непроверенным данным ну это совсем слухи слухи да что вот после приезда я не знаю там устроилась она не устроилась но якобы она и сама подрабатывала тем что первое время в Германии там поэтому ну не зря у нее по характеру чума болотная кликуха была вам прислать видео могу прислать я думал что оно не будет так популярно у людей вот но там больше 120 наверное уже тысяч человек посмотрело его история следующая если коротко то я там очень подробно больше там часа рассказываю КОНЕЦ Продолжение следует...